С чего началась история Воскресенского Новоиерусалимского монастыря? Как раньше назывались Первомайская и Советская улицы? Что объединяет Истру и книгу «Алиса в стране чудес»? Ответить на эти вопросы, да и в целом совершить путешествия во времени и прогуляться по Истре 17-19 веков можно с помощью аудиогида «Хождение по старой Истрии». Его создал в прошлом учебном году ученик Павловской гимназии Илья Макаров в рамках предмета «Проектная деятельность». На этом уроке ученик должен выбрать тему проекта и сделать такой проект, который будет полезен обществу. Если говорить обо мне, то я очень люблю путешествовать и поэтому по себе знаю, что аудиогид – очень хорошая штука. Когда я узнал, что у Истра нет своего аудиогида, я очень удивился и решил исправить эту несправедливость. Вот так вот и зародилась эта идея. Работа над гидом разделилась на несколько этапов. Сначала Илья изучил историческую литературу, собрал информацию про Истру. Затем вместе с семьей обошел город и составил наиболее интересный маршрут. Третий этап был самый сложный. Я писал текст для своего аудиогида. Я хотел, чтобы аудиогид был интересный, хронологически понятный. В реализации проекта Илье содействовал научный руководитель, учитель истории и общества знания. Мария Александровна помогла Илье систематизировать и сократить информацию, а с остальным мальчик справился самостоятельно. После того, как аудиогид был полностью готов, его представили на открытом конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся. Старт в будущее. Эта конференция «Старт в будущее» это действительно такая, знаете, кульминация проектной деятельности в нашей школе. И конкуренция была очень серьезная. То есть там участвуют не только ученики нашей гимназии, которые смогли защитить свою работу на достойном уровне, но это и ученики Подмосковья. Подмосковье в прошлом году это была республика Мэриэл, Санкт-Петербург, Краснодарский край. То есть 62% заявок это, в общем-то, школьники из других учебных заведений. И комиссия очень серьезная. Но вот Илья как-то смог собраться и представить свое творение таким образом, что смог взять гран-при. Мы были очень рады. Жюри конкурса «Профессора и доктора наук» высоко оценили проделанную Ильей работу. Очередь за жителями и гостями Истры. Воспользоваться бесплатным аудиогидом может каждый. Нужно зайти в приложение «Изи-травел», вождение по старой Истре, нажать кнопку «Начать» и вот. Расскажи, с чего начинается экскурсия? Где вот если я хочу пройти по Истре с твоим гидом, мне стоит начать эту экскурсию? Он начинается около Вознесенской церкви. Я выбрал именно это место, потому что именно с этого места и началась история города. Путешествие по старой Истре в компании аудиогида Ильи займет полтора часа. За это время вы пройдете около четырех километров по городу, увидите десяток достопримечательностей, а главное – узнаете их историю. Автор настоятельно рекомендует не менять последовательность маршрута, так как экскурсия представлена в виде хронологически последовательного рассказа. Я буду очень рад, если благодаря моему аудиогиду, жители и гости Истры откроют для себя этот старинный русский город совсем по-новому, по-другому. Останавливаться на достигнутом Илья не собирается. В планах школьника уже в этом году при помощи краеведов собрать информацию и выпустить продолжение аудиогида, которое охватит историю Истры в период Великой Отечественной войны. Алена Кудырько, Максим Рыков, Истры РФ Алена Кудырько, Максим Рыков, Истры Рыков, Истры Рыков, Истры Рыков, Истры Рыков, Истры Рыков. Алена Кудырько, М定а Кудырько, Максим Рыков, Истры Рыков, Истры Рыков, Истры Рыков.